Здравствуйте! Вы смотрите программу «Загородные премудрости». С вами ведущий Сергей Новиков. О большинстве растений, которые растут рядом с нами в парке, на даче, в лесу, мы знаем, к сожалению, совсем немного. А некоторые из них используются как пищевые, некоторые как лекарственные, а некоторых нужно остерегаться. Об этих разнообразных растениях мы сегодня поговорим с Натальей Замятиной. Наталья, добрый день! Добрый день! Не нужно далеко ходить для того, чтобы насобирать целую коллекцию, целый гербарий тех растений, которые встречаются практически каждому из нас, но мы на них практически не обращаем внимания. С чего начнем? Ну, давайте начнем с того растения, которые наверняка знают практически все наши жители. Это береза? Это береза, совершенно верно. Береза, кстати, у нас несколько видов, но используются они все одинаково. На Данилово-Востоке их вообще что-то 8, а в Подмосковье 2. Но нас совершенно не интересует, какая береза. Используются они все одинаково. Разумеется, в первую очередь всем нашим зрителям пойдет в голову самый обыкновенный березовый веник. Березовые веники как раз нужно заготовлять вот сейчас. Конец июня, начало июля. В это время максимально прочно держатся листва на веточках. Дальше в конце июля, в августе уже листва будет осыпаться, и веник, конечно, будет непригоден для бани. Одноразовым будет? Одноразовый веник получится, но не более того. Ну, сушат как? Просто нарезают ветки, связывают веники и сушат желательно не на солнышке. А уже сушат именно в форме веника, не отдельно? Нет, нет, нет. Если вы будете сушить отдельно, то когда вы будете связывать их в веник, у вас все эти сухие листики обломаются. Поэтому сушат прямо вениками, как есть. Ну, вообще береза используется очень широко. Она используется практически в медицине вся. Листья березы. Листья березы сильная противовоспалительная и хорошая мочегонная. Раньше листья березы забивали какой-нибудь мешок и так далее, и засовывали туда в больного, у которого болели суставы. Прямо в мешок человека засовывали? Прямо в мешок, да, со всеми, чтобы суставы были покрыты. Эфирное масло березы и испарение влаги, когда она там держится, создавали такой мощный разогревающий компресс. И срабатывало в качестве противовоспалительного средства вот такой вот метод. А если мы хотим дома использовать совсем небольшое количество отвара, как он правильно готовится из листьев березы? Если мы, допустим, собрали в чистом месте это растение. Если вы собрали листики березы на отвар, отвар у нас с вами пойдет в качестве мочегонного, в качестве кровоочистительного. Это, конечно, туманное определение, но все приблизительно понимают, что это такое. Это регулировка обмена веществ. Нужно столовую ложку листьев, даже не нужно ее кипятить, заварить крутым кипятком, подержать под крышкой 10 минут и вполне достаточно. Это суточная доза. Вот как раз поехала скорая помощь. Наверное, это за тем, кто не использовал листья по назначению. Тоже не исключено. Вообще березовая редкостью полезное растение. У нее и кора используется, белая береста иногда в случае необходимости может использоваться в качестве перевязочного материала. То есть она настолько бактерицидная? Да, она достаточно сильно бактерицидная, но березовый йогуть – это уже вообще классика. Пойдемте дальше. Мне удалось найти вот липу такую, которую уже завязала семена, и липа, которая еще цветет. Липа, которая еще цветет. Это у нас с вами две разных липы. Отцвела у нас липа крупнолистная. Видите, у нее круглый большой лист. Листы круглые, эти самые большие. С семенными коробочками, да. А эта доцветает липа мелколистная. Совершенно другая форма листика. Ну, опять же, точно так же, как и березы, нам совершенно наплевать, какая у нас липа. Потому что липа, она любая в дело пойдет. Она любая пойдет в дело. Для самого первого использования мы уже опоздали. Дело в том, что очень молодые листики липы, совсем молодые листики, когда она еще прозрачненькая, и здесь у нее еще такие красивые уши при листнике, они могут использоваться как пищевой продукт. То есть липовые листья можно есть? Можно есть их, можно есть в салате, их можно добавлять в суп, пожалуйста. Это вот самое первое использование липы. Дальше, естественно, у нас идет липовый цвет. Липовый цвет у нас классическая, патрогодная, жаропонижающая. Используется при простуде, продается во всех аптеках. Кстати, сказать сразу, предупреждаю, в городе липы собирать категорически нельзя. Вообще, все травы на территории города, где вот так вот вокруг сплошной свинец. Если вы хотите знать, что такое хроническое отравление свинцов, вспомните о лесу в Стане Чудес. Это вот как раз этот... Безумный шляпник. Я, кстати, читал, да, что при производстве фетра раньше использовали соли свинца. И как раз накапливаясь в организме, они вызывают полное безумие. Ну, да, вот мы имеем такое счастье. Все городские цветы, все ягоды, они абсолютно неосъедобны. Тем более, некоторые растения избирательно накапливают свинец. Что из тех, которые я четко знаю? Это одуванчики? А где-то у нас был здесь одуванчик. Где-то был там одуванчик, да. Вот он. Одуванчики избирательно накапливают свинец. И очень редкий случай, чтобы растение накапливало вредные вещества в плодах. Обычно они стараются обезопасить семена. Это очень хорошо поглощает свинец-крыжовник. Понятно. К сожалению, крыжовник вдоль дороги... Да, вдоль дороги крыжовника быть не должно. Иначе это будет специальный сбор свинца. Я понял. Наталья, вот мы пойдем дальше. Давайте. Вслед за липой. Что мне тут еще хочется обнаружить? Ага. Вот такое нарядное растение. Я думаю, что ручонка любого ребенка потянется сорвать эти ягодки и засунуть их в рот. Это один из многочисленных видов жимолости. Жимолость татарская. Съедобно у нас только та жимолость, у которой синие плоды. Все остальные жимолости, кстати, татарская бывает еще с очень красивыми, ярко-красными плодами. Красными плодами, с черными плодами, с желтыми, оранжевыми. В особенности вот эти вот все сдвоенные ягодки. Это характерные? Да, это характерный признак ядовитых жимолостей. Она не смертельна, но хороший подоз. И сильное раздражение почек, соответственно, с болями по всему этому самому тракту вывода. Я вам гарантирую полностью. То есть растение несъедобное, более того, вызывает расстройство почек и выделительной системы. Пойдем дальше. Пойдем дальше, с удовольствием. Есть рябина? Рябина есть. Она еще не поспела, но тем не менее, наверняка, можно использовать как-то и ее листья, и плоды чуть позже. Рябина у нас высоковитаминное средство. Она входит в официальный витаминный сбор, который продается в аптеке вместе с капилой и шиповником. Поэтому рябина у нас классика русской кухни, томленая рябина. Ее томили в горшках, вот и морозов, разумеется. И делали из нее то, что сейчас называется белевская пастила. Ага, пастила из рябины. Да, да, похожую рябиновую пастилу делали из нее. Она содержит колоссальное количество витаминов и считается одним из самых лучших кровоочистительных средств. Вот оно что. Да. Наталья, вот вслед за этими вкусными ягодами хочется взять еще и вот это растение. Ой. Осторожно, очень колючее. Да, это шиповник, причем судя по плодам, это как раз называется очень интересно. Это называется роза колючая, так она и называется. Она действительно тоненькие шипы, очень колюченькие. Это один из многочисленных шиповников, причем тех шиповников, которые содержат витамины. В принципе, витамины содержат абсолютно все шиповники. Нет такого шиповника, в котором бы их не было. Вопрос только, как они сохраняются во время сушки. Вот в этих шиповниках как раз витамины хорошо по сушке сохраняются. То есть получается, что это растение, плоды этого растения, мы можем заготавливать вот уже буквально недели через две, когда они полностью созреют и станут оранжевыми. Да, нужно, чтобы они были полностью рыжие, но еще твердые. Если они мягкие, то их уже заготавливать неудобно. Самый вообще-то витаминный из наших шиповников, это тот, который мы никогда не заготавливаем. Это роза морщинистая, с круглыми такими плоскими плодами, которые растут практически на всех дачных участках. Вот это самое витаминное из наших. Кстати сказать, из шиповника можно делать вино, можно делать компот, можно делать варенье. Но для варенья его нужно предварительно вычистить от мелких семян. Ох, эта задача, мне кажется, непростая. Нет, это достаточно просто, его зарезаешь вот так вот вдоль, и оно достаточно легко вытаскивается. Но только что шиповник был не пережрелый. Очень вкусное варенье, кстати сказать. Наверное, царское. Если столько сил затрачено, это будет царское варенье. Нет, оно действительно царское, но оно стоит того, чтобы повозиться. В особенности, конечно, измочение шиповника, там большие плоды. Вот, шиповник, это тоже классика. В любом случае, все шиповники, даже те, которые вы неправильно посушили, у вас, допустим, разложились полностью все остатки аскорбиновой кислоты, которые там были, они как минимум содержат каротин, витамина, да, и будут обладать желчегонным действием. Это в любом случае. Это здорово. То есть они чистят печень. То есть даже если мы опоздали и неправильно что-то сделали, польза для организма? Ну, по крайней мере, получите средства для очистки печени. Я взял еще и веточку вот такого растения. Я думаю, что большинству зрителей так же. Ива ломкая, скорее всего. Ива тоже практически все обладают одним и тем же действием. Латинское название – ивы салекс. И если вы помните, есть такой медицинский продукт – салициловая кислота. Ну, вот салициловая кислота впервые была как раз обнаружена в иве, в корее ивы. Почему она и названа салициловой? Аспирин – это частный случай эфиров салициловой кислоты. И до сих пор салициловой кислоты ижи. Ивы. Открыта она была в конце XVIII века, никуда не делась. Это самое, наверное, первое лекарство официальное, которое было выделено из растений и употребляется до сих пор. Это да. Ну, вот салициловая кислота у нас с вами сильная противовоспалительная. И поэтому кора ивы, отвар кора ивы из поколевиков использовался в качестве жаропонижающего, противопростудного, противовоспалительного средства. Вплоть до того, что даже сейчас в некоторые препараты входит кора ивы как вот... Растительное сырье. Суставная часть, да, даже сейчас. То же самое, практически любая, но только вот что. Когда мы говорим о том, что заготавливается кора, она заготавливается как раз вот из таких побегов не старше трех лет. Это было две, два года, потому что вот это годичный прирост, это прошлогодний. Вот между двумя и тремя как раз вот эту кору можно заготавливать. Дальше она становится слишком деревянная и уже никуда не годится. Вот сейчас как раз хорошее время у нас задержался в этом году пик высоких температур, и поэтому остался рост еще. Вы посмотрите, как она сейчас хорошо отделяется. Прямо как будто весна на улице. Она отделяется просто ногтем. Вот, собственно говоря, и заготовка корыевы. Даже никакого ножа на данном этапе не нужно. Позже она перестанет вот так хорошо отделяться, потому что прекратится рост комбиральной ткани. То есть мелких нежных клеточек, которые в одну сторону дают кору, в другую древесину. Вот сейчас они еще нежненькие, а очень легко отделяются. Даже влажные. Да. Это вот полопавшиеся клетки комбия. Вот сейчас лучшее время, в этом году лучшее время для заготовки коры. А давайте теперь про травки поговорим. Это у нас древесные были культуры, а вот у нас немножко подвяло. Но это действительно такая штука быстро вянущая. Ну, они все сейчас быстро вянущие. Температура на улице 25 градусов. Так, это у нас с вами, ну, как сказать, основа русской голодной кухни. Мать белая. Русская голодная кухня, это хорошо звучит. Ну, а как звучит? У нас по статистике до всех этих самых миллионаций и всего прочего из 10 лет были 6 неурожайных. Поэтому в это время шло в ход все, что могло пойти. Горелого, не елого, неурожайка тоже. Точно. Вот и урожайка тоже. Совершенно верно. И поэтому мы говорили, не то беда, что у вас же лебеда, а то беды, как нержи, не лебеды. Вот это растение, хотя оно относится к очень близкому к лебеде виду. Это называется мать белая. Почему белая, видите, она действительно белая на этом самом, в нижней части, она беленькая. Мать белая. Это основной продукт в тех случаях, когда отсутствовала нормальная еда. Кстати сказать, мать и лебеда ближайшие родственники шпината. Понятно. Поэтому все блюда, которые рассчитаны на шпинат магазинные, их все можно совершенно спокойно готовить вот этой вот белой малью. Кстати сказать, сразу предупреждаю, эта мать обладает, правда, очень слабеньким, но слабительным действием. Понятно. Поэтому, собственно, не удивляйтесь. Нет, поноса не будет. Ускоренное пищеварение гарантировано. Ускоренное пищеварение гарантировано. Это сейчас очень модно. Сейчас большая часть наших дам как раз за это деньги, большие деньги платят. За ускорение пищеварения. Вот это вот бесплатно и с удовольствием. Кстати сказать, она просто вкусная. А что можно кроме салата из нее приготовить? Ну, как раз шпинат в салат в основном не идет. Шпинат идет во всякие запеканки, во всякие супы, тушенки, в пироги и так далее, и так далее. Ну, берите любой рецепт из любого журнала. Хорошо. И вперед. Поехали дальше. Растения. Вот правильно, наверное, вот так держать. Правильно держать совершенно верно так. Тысячелестник. Кстати, в него попало одно очень нужное растение. Мы о нем поговорим немножко позже. Так, это у нас с вами тысячелестник. Жалко, что без цветов, но здесь газоны косятся. Вообще по Подмосковью он уже цветет большими белыми такими плоскими соцветиями. Это очень нужное для растения. Это солдатская трава. Почему солдатская? А потому что у Суворова в науке побеждать, помимо чисто военных вопросов, был список лекарственных растений, которые обязаны иметь полковой лекарь. И он должен был иметь вот это растение? Обязательно тысячелестник. Это самое лучшее из имеющихся у нас кровоостанавливающих. То есть не подорожник, который я, кстати, тоже где-то нашел. Вот он, подорожник. Нет, подорожник тоже кровоостанавливающий. Но подорожник кровоостанавливающий для мелких случаев. То есть когда что-то такое, ну, пятку натерли, коленку ободрали. А вот при серьезных хранениях, настоящих сабельных, пулевых хранениях, в качестве кровоостанавливающего использовали именно настой тысячелестника. Настой? Ну, можно и размятую траву. Если у вас нет времени заготавливать, готовить настой и так далее, в пулевых условиях, вы просто пользуетесь размятой травой. То есть вот так вот взяли этот лист, как следует его растерли, чтобы он пустил сок. Буквально вот такой вот уже совсем мягкий и сочный. И вот в таком виде его накладываете на поврежденное место. И все. Кстати, у него тоже замечательный запах. Ой, приятный очень. То есть тысячелестник используется у нас с вами, помимо этого, в качестве желудочной горечи. То есть он улучшает выработку пищеварительного сока всего в желудке и кишечнике. Входит в очень большое количество всевозможных ликеров. Почти в половину вот этих горьких настойков обязательно входит тысячелестник. А что он придает? Какой-то особый запах? Ну, во-первых, горечь, которая необходима для тех же самых вермутов. Для пищеварения тоже на поле. Для пищеварения, да, он замечательный. Его настойка тысячелестника раньше использовалась дворянами как раз в качестве аперитива. Рюмочка перед рядой настойки тысячелестника, и жирный поросенок прекрасно переваривается. И поросенка нет? Поросенка нет. Понятно. Хорошо. То есть тысячелестник действительно очень достойное растение нашего внимания. Так, про... Ну, подорожник мы немножко недосказали. Значит, то, что он используется в качестве кровоостанавливающего, мы с вами уже сказали. Кроме того, подорожник используется, листья подорожника используются в качестве отхаркивающего при тяжелых банкетах. Сок подорожника используется против язвы желудка. Как противоязвенная. Вот. Ну, к сожалению, он очень редко бывает в аптеках, потому что его никто не хочет заготавливать. Он же стелется по почве, и посмотрите, сколько в нем... Грязи. Грязи. Да, совершенно верно. Вот из-за этого нет желающих его заготавливать в аптеках. Вся пыля седает на листьях подорожника. Вся пыля седает на листьях, поэтому в аптеке его достать достаточно трудно. Тут уже пойдет со своими силами. А вот еще один подорожник, я бы сказал, потому что... Это спорож. Спорож, да, он встречается практически в тех же местах, где... Да, это самое... Причем вы его взяли на газоне, явно. Да. Он очень хорошо себя чувствовал. Нет, дело в том, что спорож, по которому ходят, он маленький, с мелкими листиками, плотненький и совершенно не похож на этот, вот, на этого красавца. Ну, я старался, выбирал самую красивую. Нет, нет, они просто настолько сильно отличаются, что их можно принять за разные растения, что у меня, собственно, студенты и делают. Я очень часто в зарослях этого растения вижу снующих воробьев. Что они там делают? Особенно по осени. Ну, воробьев бы сейчас урновас, хотя сейчас они очень охотно щиплют зелень. Есть очень большое количество, во-первых, витаминов, во-вторых, это одно из самых кремния, содержащих растений. В нем колоссальное количество кремния. Больше, чем споришь, и кремния только в хвощах. Понятно. Вот. Кремний нам необходим для нормального построения скелета. Сколько бы вы выпили всех этих кальциев, если у вас кремния не хватает, он у вас просто не усвоится. Вот тебе и незрачная растение. Да, птиц, которым нужно нести яйца и, соответственно, формировать скорлупу. Крепкую. Крепкую скорлупу. Они прекрасно знают, что нужно пользоваться споршем в качестве средства для повышения плотности. Для яйценоскости. Да, и всего прочего. Кстати, сказать, его и куры едят. Его охотнейшим образом ест вся домашняя птица. Гуси, куры, утки. Ну, здесь голуби щипят даже, иногда можно увидеть. Ну, а воробье это уже классика. Почему он же называется еще птичья гречишка? Потому что осенью на нем созревают маленькие семена, точно похожие на семена гречки. И вот тогда точь воробьев начинает на нем пастись. Понятно. Ну, как же без него? Я оторвал самую верхушку, и он, эта верхушка не похожа, наверное, на то растение, которое чаще всего мы встречаем. А это наши любимые лопухи. Ага. Да. Репейник. Лопух, он же репейник, только он еще только готовится. Ну, здесь он не зацветет, его косят. Он только готовится к цветению. Но, тем не менее, тоже одно из самых полезных наших растений. Мы его недооцениваем катастрофически. Ну, прежде всего, как медик, я начинаю с того, что вот эти вот самые листья лопуха, они тоже замечательные, зранозаживляющие, противовоспалительные. На все синяки, на мелкие ушибы, на травмы, на растянутые сухожилия, на болящие суставы. Мы вот этой вот самой наружной стороной, потому что здесь жилки толстые. Видите, они просто будут травмировать кожу. Мы наружной стороной прикладываем этот самый лист лопуха и держим до того, как он высохнет. Потом меняем. Как правило, помогает очень быстро. Ну, во-первых, я думаю, что он охлаждает кожу хорошо. Ну, это тоже. Но, помимо всего прочего, там очень много действующих веществ. Лопух используется практически целиком. Лист я вам уже сказала. Кроме того, лист лопуха, только, конечно, не такого цветущего, он уже горький. А лист лопуха первого года – это хорошее пищевое средство. Идут черешки, идут листья, сама листовая пластинка. Идет корень, как пищевое. То есть не только для укрепления корней волос используются корни лопуха? Нет, корни. Японцы разводят специальные сорта лопуха, он у них называется гоба. Когда корень, корень там вот такого диаметра и приблизительно метр длины. Практически соперник нашего хрена? Ну, практически, да. Он иногда даже именуется изредка так, как японский хрен. Конечно, корень лопуха совершенно не едкий, он достаточно вкусный. Вот, и сладковатый, и содержит очень большое количество инулина. А инулин был показан диабетиком. Поэтому в качестве противодиабетического средства и просто для питания, как пищевой продукт, лопух практически не заберем. Наталья, большое спасибо. О растениях можно рассказывать еще очень долго, поэтому разговор мы продолжим в следующей программе. А на сегодня загородные премудрости подошли к концу. Мы с вами прощаемся. Всего на одну неделю. С вами был Сергей Новиков. Пока!